Докторанты Уважаемые дамы и господа, уважаемые докторанты, здравствуйте! К сожалению, сегодня я веду новости один, потому что мой коллега, тьютер, профессор Владимир Миков, к сожалению, приболел. Дай бог ему здоровья! А теперь о новостях, которые, на наш взгляд, можно считать наиболее интересными за минувшую неделю. Нам кажется, что самой важной новостью, во всяком случае, среди тех, с кем мы общаемся, был день, знаменитый день студентов, Татьянин день, 25 января. Татьянин день происходит, происхождение этого праздника, дня студенчества, связано с тем, что Татьяна стала покровительницей Московского университета, основанного в 1755 году по указу императрицы. Церковь, которая была создана при университете, была посвящена мученице Татьяне, древнеримской мученице. Именно поэтому день, Татьянин день тогда и стал днем студенчества. Чем же знаменита Татьяна? По сведениям христианских и древнеримских авторов, она была преданной христианкой, которую пытались заставить отречься от христианства. Она этого не делала, ее пытали в храме Аполлона в Риме. Во время пыток произошло землетрясение, рухнула значительная часть стен, разрушилась статуя самого древнегреческого бога Аполлона, а Татьяна осталась жива. Ее казнили, но позднее ее причислили к лику святых, и она стала святой не только в латинской или в католической протестантской церкви, но и в православной, то есть это общехристианская святая. И это имя, естественно, поскольку оно было в святцах, оно пришло с христианством, с византийским влиянием и на Русь. То есть само имя, оно не русского происхождения. Что же означает имя Татьяна? Татьяна латинское имя, если считать его латинским или сабинянским именем, и в таком случае оно будет происходить от имени сабинянского царя Татья. И всех, или Тата, всех женщин с этим именем, было и мужское произношение, и женское, всех женщин с этим именем звали Татьянами. Соответственно, прямой перевод это госпожа из рода Татья. Что касается второй версии, то происходит от греческого слова повелевать, определять, назначать Тата. И в том, и в другом случае нужно говорить о том, что это имя не славянское, оно либо латинское, либо греческое, и пришло вместе с христианской церквью на Русь. Но оно прижилось и стало особо популярным. Понятно, что среди тех, кто были студентами в связи с празднованием Дня студентов, но еще более популярным оно стало после выхода знаменитого произведения Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» Татьяна Ларина, стало одним из символов женственности. Это имя стало с тех пор очень популярно и является одним из популярнейших до сих пор, входит в десятку самых популярных имен Российской Федерации. Давайте остановимся немного на второй части этого праздника, а именно на основании университета. Университет был основан в 1755 году по указу Елизаветы Петровны и носит имя знаменитейшего российского исследователя, ученого, литератора, словиста Михаила Васильевича Ломоносова. Многие почему-то считают, что именно он был основателем Московского университета. Это не совсем так. Он был автором проекта по созданию университета. Первым же попечителем университета стал Иван Шувалов, известный царедворец, меценат, который покровительствовал в том числе и Михаилу Васильевичу Ломоносову. И, в общем-то, в значительной степени это его заслуга, что был основан второй университет в России. Дело в том, что первый университет был основан фактически вместе с созданием Академии наук. В 1824-1825 годах, когда в Петербурге был создан университет, правда, он был очень маленький, просуществовал недолго, потом он исчез и вновь возник только в начале 19 века. Поэтому среди историков ведутся споры, какой же университет первый, Санкт-Петербургский или Московский. Но мы будем придерживаться официальной точки зрения, принятой Министерством просвещения Российской Федерации, которая все же считает, что первым университетом был Петербургский университет, а Московский университет был вторым, но в то же время он сразу стал самым крупным. Поскольку практически сразу в нем сразу стало обучаться около 1600 студентам, в то время как в Петербургском университете их было чуть более 20. Понятно, что это было очень маленькое учебное заведение, а Московский университет очень быстро набирал обороты. Московский университет, в отличие от большинства европейских университетов, состоял первоначально из трех факультетов. Дело в том, что все университеты традиционно имели четыре факультета. Теологический, юридический, медицинский, в которых изучались соответствующие дисциплины и направления. И четвертый факультет, философский. В нем изучались все дисциплины одновременно. Так вот, в Московском университете не было при его основании теологического факультета. То есть он изначально, несмотря на то, что святая Татьяна покровительствовала ему, но изначально он все-таки создавался как светское образовательное высшее учреждение. И этим он отличался от европейских университетов. Нужно сказать, что российские университеты были основаны достаточно поздно. Как я уже говорил, если брать за основу петербургскую версию, то это первая четверть XVIII века. Если московскую, то это середина XVIII века. В Баллоне университет возник в XII веке, в XIII веке в Европе было уже порядка 40 университетов, а в XV-XVI веках уже это число приближалось к сотне. В России же первые учебные заведения, первым вузом официально считается Славяно-Греко-Латинская академия, которая возникла в XVII веке по проекту поэта Симеона Полоцкого. Было еще несколько учебных заведений, которые располагались не только на территории современной Российской Федерации, но и на территории современной Украины, на территории Прибалтики, которые в то или иное время входили в состав Российской империи или Советского Союза. Но все-таки будем считать, что первым высшим учебным заведением в нашей России и находящимся в Москве была Славяно-Греко-Латинская академия. Это учебное заведение в той или иной степени существует и поныне. Если вы пройдетесь по центру Москвы, пойдете к Кремлю со стороны Лубянской площади, то вы обязательно пройдетесь по Никольской улице. И справа перед вами откроется взор синее здание, голубое, с красивыми белыми изразцами, которые сейчас являются одним из факультетов бывшего историко-архивного института, а когда-то именно Славяно-Греко-Латинской академии. Именно сюда в свое время, тогда еще, помор Михаила Ломоносов, сбежав от родителей, пошел учиться. И только потом он попал в петербуржские классы, потом он попал в зарубежные университеты, в первую очередь в немецкий Магдебург. И только потом он стал тем, кто по сути стал основателем именно российской науки и российского образования. Итак, я еще раз хочу сказать, что мы празднуем вместе с вами, уважаемые докторанты, а вы у нас носите или будете носить звание и почетную степень PHD доктора философии, то есть доктора всех наук. Поздравляем вас с этим праздником, желаем всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok